Ракетный удар по Сирии. Президент Дональд Трамп сдержал свое слово. Сегодня ночью американский флот вместе с союзниками нанес удар по окрестностям Дамаска. Атаковали объекты, связанные с химическим оружием. Россия отреагировала довольно сдержанно и эскалации конфликта пока не произошло. Продолжит Сергей Ауслендер. Хозяин Белого дома в очередной раз подтвердил, что слова у него не расходятся с делом. В 4 часа утра по ближневосточному времени американский флот нанес ракетный удар по Сирии. Корабли выпустили десятки крылатых ракет. Чуть позже подключились британцы. Их самолеты, взлетевшие с базы на Кипре, атаковали цели на территории арабской страны. Очевидно, что режим Асада не внял предупреждением, полученным в прошлом году. На этот раз наши союзники и мы стали сильнее. Вместе мы направили четкое сообщение Асаду о том, что он не должен совершать еще одну атаку с применением химического оружия, за применение которого он будет привлечен к ответственности. Удар был ограниченный, как заявили в Белом доме, одноразовый. Своего рода предупреждение Асаду больше не применять оружие массового поражения. Российские военные в отражении атаки не участвовали. Но источники в Москве сразу стали утверждать, что сирийское ПВО сбило большую часть ракет, а ущерб от удара минимальный. Несмотря на риторику, которую мы сейчас слышим из Москвы, опять же, как бы, ну, стратегически ничего не поменялось, да? То есть, как бы, все продолжается своим ходом, и продолжается гражданская война, и продолжается резня, в которой погибает огромное количество людей не от химического оружия. Вот, ну вот, как бы, да, то есть, таким образом, Трамп, как бы, дает понять, прежде всего, своим собственным избирателям. Да, я обещал, я сделал. Я сказал, что я накажу ответственных, вот я их наказал. Израиль, как и обещал, участие в этой атаке принимать не стал. Ограничился усилением охраны границы и привел свою армию, особенно ВВС и ПВО, в состояние повышенной боеготовности. К ударам по Сирии здесь относятся по-разному. Одни говорят, удар был слабый, другие, что это хороший урок для Дамаска. Но, как бы там ни было, любое ослабление режима Асада Иерусалиму выгодно. Так и хочется сказать банальную фразу. Как будут развиваться события, покажет время, но, судя по всему, никаких кардинальных изменений не предвидится. Война в Сирии продолжится, хотя Белый дом предупреждает. Следующее применение оружия массового поражения сразу повлечет за собой наказание в виде массированного ракетного удара. Это четкая красная линия. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер.